Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить купаты. Вы знаете, что купаты это особый вид грузинских сырых колбас, то есть колбас нуждающихся в тепловой обработке. Своего рода котлетный фарш в колбасной оболочке. Колбасы такого типа есть, наверное, в большинстве кухонь мира. Да и в грузинской кухне разновидностей купат невообразимое множество. Я собираюсь приготовить один из них. Для начала мясо и свиную грудинку нужно нарезать брусками для мясорубки и подморозить. Это для того, чтобы измельчение было более крупным кусковое. Я имею ввиду, что буду использовать очень крупную решетку, но даже на такой крупной решетке неподмороженное мясо достаточно сильно размазывается в кашу. Не размазывается, а растирается, наверное. Как-то так. В морозилку на полчаса-час. Сегодняшний вариант купат с большим содержанием лука и зелени. Пряной зелени. Лук лучше всего мелко нарезать ножом. Так колбаски получатся более сочными, чем если его в мясорубке крутить. Потому что после мясорубки лук превращается в жидкую кашу. И если весь его добавить в фарш, то фарш просто потечет. Пока он нарезан, то весь луковый сок остается внутри вот этих вот луковых кубиков. И они сок дадут только при тепловой обработке. То же самое я проделаю с пряной зеленью. Она тоже после мясорубки в кашу мокрую превращается. А нарубленная остается достаточно такой сухой. У меня петрушка, кинза и базилик. Все это к луку. Ну и самый главный ингредиент сегодняшних купат, это острый зеленый перец. Его тоже рублю. Вместе с семенами для большей остроты. Тоже в чашку к стальной зелени. Ну и сразу добавлю соль и хмели-сунели. Все граммовки в описании. Хмели-сунели прям щедро добавляю. Все. Пусть это постоит, подождет, когда мясо подморозится. Видите, какая решетка? Можно, конечно, фарш для купата ножом порубить. Будет даже лучше, естественно. Но мне лень возиться. Решетка крупная. Смотрите, какая красота. Быстро, удобно. Теперь надо перемешать хорошенько и можно набивать колбаски. Видите, я подготовился уже целый колбасный шприц китайский установил. Но сегодня у меня необычный ролик. У меня целый телемост с Москвой, с Пашей, с хозяином магазина, ем колбаски. Он в этот момент в Москве тоже готовит купаты. Так. Паш, привет. Сейчас я налажен на двустороннее. Испании привет. В Москве тоже привет. И всем привет, кто присоединился к эфиру. Да. Да, рад всех слышать. Дим, ну вот у нас свиные купаты, куриные купаты. А что ты будешь делать? У меня просто свиные купаты. Зеленые, так скажем, купаты. Они с большим содержанием пряной зелени. Они с острым зеленым перцем. Они жирные, потому что достаточно большое количество свиной грузинки в составе. Вообще они из свиного плеча. И с большим количеством лука. Ну, отлично. Как раз, я думаю, всем будет интересно. И я, кстати, решил набить куриные купаты в говяжью оболочку. Ну, чтобы всех тех людей, кто не кушает свинину, тоже как бы охватить. Ну, я, наверное, сейчас курицу для большей сочности пробью еще блендером. Вот прям вот, чтобы кайф было. И воды я много наливаю. У тебя там, по-моему, 200, да, воды? Я воду вообще не стал добавлять, потому что я увеличил долю лука. Причем я лук не через мясорубку пробивал, а нарезал ножом на кусочки. Поэтому сейчас фарш суховатый, но когда начнется тепловая обработка колбас, все эти луковые кубики начнут лопаться, выдавать наружу сок, и колбаски будут очень сочные. Я решил побольше водички, чтобы все это дело потерять при термообработке, но чтобы оставить их сочными. То есть, я так считаю, ну, вернее так, мне кажется, что, учитывая не очень высокую подготовленность наших пользователей, они всегда будут пережаривать, естественно, пережаривать. И как бы ты не пережарил, они всегда останутся сочными, мне так кажется. Хотя можно сделать предварительную термообработку в воде. Ты как, кстати, напрямую будешь жарить? Нет, я на минуту в кипяток погружаю их, и все. Но это, понимаешь, вот это погружение на минуту, если непосредственно сразу на решетку бросать, или в духовку, то это бессмысленно совершенно. А если я планирую похоронить эти колбаски хотя бы сутки-двое в холодильнике, то я их на минуту в кипяток погружаю, для того, чтобы просто убить всю эту микрофлору, которая снаружи могла на них остаться во время набивки. Я после тепловой обработки сразу беру в холодильник со льдом вместе, чтобы резко охладить. Да, вот я тут в этом месте напрёкся, думал, блин, ты же подогреваешь их кипятком, и они тёплые уходят в холодильник. Вот, ты сшиваешь. Не-не-не, со льдом сразу, то есть шоковые. Вот, 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 так вот, минута в кипятке, после этого со льдом в холодильник, шоковое такое охлаждение, и вот, и они, вылежав там полчаса, час, два часа, они после этого уже держат внутреннюю форму, их можно разрезать, ну вот, по этим повязкам, без шпагаты, и они держатся нормально, никаких проблем с обжаркой нет. Да, вопрос к тебе, как к пользователю испанских колбас, который может сравнить их с русскими колбасами, вот чем они там у вас отличаются от наших? Самой основной, наверное, самой большой разницей, это то, что у, по крайней мере, 50, а то есть 60 процентов колбас испанских присутствует ярко выраженный кислый привкус. То есть они при приготовлении, они обидно закисляют фарш, либо специально выдерживают его так, чтобы он подкис, ну из-за жары здешней, либо вообще на самых первых этапах добавляют вино кислое в фарш изначально. То есть вот это основная, наверное, такая разница. Так, получается, они его квасят специально, что ли? Ну, видимо, специально, раз такие у них привычки. Слушай, меня вот задают вопрос. Ксюша, а вот есть у вас фермеры-то вообще распространены, вот те, которые, ну, на земле выращивают скот, там, все-все-все. Или это все-таки крупные холдинги, которые выращивают скот? Есть хозяйства фермерские, так скажем, но это крупные хозяйства. То есть это, наверное, еще не холдинг, но это уже не один там человечек, который с семьей чем-то занимается. Нет, у него работники есть там и прочее. То есть это хозяйство достаточно круглое. Опять же, я не говорю за всю Испанию, понятия не имею, я даже за весь Валентинский регион сказать не могу. Я могу сказать вот конкретно за область в радиусе там 50 километров вокруг места проживания моего. Вот здесь так. Что там дальше, не знаю. Мне рассказывали истории о местечковости испанцев. Ну, то есть, например, можно купить окорок в Иберии, да, отвезти его там за 300 километров и продать там на 30-50 процентов дороже таким же испанцам. Это правда или нет? Я сам мясом не торгую, поэтому у меня таких историй нет касательно цен в разных местах. Алло, опять связь у нас бродит. Спасибо, Паша, за беседу. К сожалению, связь была не очень хорошая. Попытаемся с ним связаться еще раз после того, как колбаски будут готовы. Собственно, здесь я уже закончил. Купата можно доводить до готовности на углях, на сковороде, в духовке. Я собираюсь приготовить их сегодня на гриле, ну и в духовке тоже оставлю. Но окончание этого ролика вы увидите у Паши на канале. Ссылочку на него повешу в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...